Добрый вечер! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко о главном на сегодня. Навеки вместе! Сегодня отмечается годовщина воссоединения Крыма с Россией. Слишком хрупкий мир. Сергей Лавров считает, что Киев подрывает минские договоренности. На помощь Донбассу. КПРФ отправила 30-й гуманитарный конвой в Новороссию. Сегодня в нашей стране отмечают первую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные митинги, концерты и торжества проходят во многих городах, в том числе и в столице. В самой республике Крым 18 марта официально признано праздником и объявлено выходным днем. Торжественные мероприятия, посвященные этой исторической дате, будут проходить на полуострове до конца недели. По мнению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией было спасительным. Оно было той точкой опоры, которая позволила уберечь нашу страну от большой войны. Мы в прошлом году все вместе наблюдали, как весь Крым поднялся, объединившись, для того, чтобы снова вернуться на свою родину, в родину Россию. Мы это не только поддерживали, но и всячески этому способствовали и помогали. Геннадий Зюганов также считает, что с возвращением Крыма в Россию задачу правительства стало больше. Однако оно не может справиться и с простейшими трудностями, заявил лидер КПРФ. Никакие компромиссы с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены вчерашние позорные решения Порошенко и Верховной Рады. Об этом говорится в заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которое опубликовало Донецкое агентство новостей. По их мнению, отказав Донбассу в особом статусе, Киев растоптал хрупкий мир и завел ситуацию в тупик. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о решениях Верховной Рады Украины по Донбассу. Я с сожалением вынужден откомментировать эту ситуацию, потому что мне казалось, что 12 февраля в Минске недвусмысленно были определены те шаги, которые предстоит осуществить. Лавров считает, что действия Киева являются попыткой поставить с ног на голову все достигнутые в Минске договоренности. Сегодняшняя дата ознаменована не только годовщиной исторического воссоединения Крыма с Россией. Сегодня коммунисты отправили в Донецкую и Луганскую народные республики юбилейный уже 30-й по счету гуманитарный конвой. В 9 утра автоколонна отправилась от подмосковного совхоза имени Ленина. Подробнее расскажет Марина Крохмаль. В этот раз в Новороссию КПРФ отправило рекордное количество гуманитарного груза – всего 120 тонн. Как всегда, в основном самое необходимое для поддержания жизни людей – продукты питания, вещи, медикаменты. Наш конвой дает возможность работать детским садам, социальным столовым, школам. Наш общий дом, наши тылы будут все делать, и Россия в целом, для того, чтобы помогать в беде, помогать в несчастье всем и вся. А здесь, естественно, наши братья и сестры. Водитель одного из большегрузов Валерий Блинский в этой гуманитарной миссии участвует впервые. На предложение отвезти груз он согласился, не раздумывая. О том, в каких условиях приходится существовать людям на Юго-Востоке, ему объяснять не приходится. В Луганской области живут его родственники. Друзей у меня много там. Мы там как бы общаемся, но работы нету, ничего у них нету, и продукты дорогие. Очень трудно там выживать. С каждым разом к сбору гуманитарной помощи подключается все больше неравнодушных людей. По дороге жизни, как принято сейчас называть дорогу на Донбасс, к машинам из Москвы присоединятся грузовики из других регионов. В том числе из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, где коммунисты в этот раз собрали около 50 тонн товаров первой необходимости. По словам водителей, дорога до пропускных пунктов займет около 12 часов. Еще 4 часа уйдет на оформление груза на границе. И уже завтра к полудню гуманитарную помощь доставят в Донецкую и Луганскую народные республики. Марина Крохмаль, Сергей Каверин, Красная линия. И в завершении нашего выпуска. Ровно 50 лет назад произошел первый в истории выход человека в открытый космос. Его совершил наш соотечественник, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов. За бортом корабля «Восход-2» он провел 12 минут и 9 секунд. Это была очередная победа СССР в освоении космического пространства. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова